Пафео петелум колоссум или мозолистый. Цветет он у меня уже полтора месяца. И вот я решила, наконец, запечатлеть это цветение. Мысли у меня были и раньше сделать о нем видео, но текущие события как-то отдалили эту съемку. Я уж подумала, что он так и отсветет, и будет жалко, что я это цветение не засняла. Немного об этом башмачке. Он родом из Бирмы, Таиланда, из сопредельных территорий и растет в редколесиях на высоте до 1000 метров. Имеет длину листьев до 25 сантиметров, но у меня экземпляр какой-то более мелкий. Один лист длиной около 12 сантиметров, а сама розетка в ширину как раз и составляет эти 25 сантиметров. Листья образуют своеобразный веер из 4-6 штук, из центра которых развивается цветонос. Хочу отметить рисунок на листьях. Он очень декоративный и даже не цветущая орхидея. Уже из-за окраса листьев смотрится симпатично. Цветок в диаметре 10 сантиметров. Окраска его очень интересная, но довольно приглушенная. Форма цветка, я бы сказала, устремляющаяся. То есть растение как бы куда-то стремится. Пару стремится вперед, а петалии как бы закручиваются на ветру и идут назад. Пятнышки и волосики смотрятся привлекательно. И, конечно же, бордово-коричневого цвета губа с зеленой колонкой. Поставщик указывает, что растение теннелюбивое, влаголюбивое и нуждается в температуре от 12 до 18 градусов. В литературе есть другие сведения, но я придерживалась рекомендаций поставщика. И, как видите, мое растение зацвело и, в принципе, развивается неплохо. Хотя оно может быть и маленькое по размеру. Растет у меня оно в смеси коры с циафлорой. Вверх горшка вокруг растения я уложила просто лесным мухом, который всегда стараюсь поддерживать в несколько влажном состоянии. А сейчас, чтобы видео было немного длиннее, я решила показать еще мой дендробиум хибики, который только зацветает. Это очень милый и симпатичный дендробиум. Абсолютно легкий в уходе. Хибики – это первичный гибрид дендробиума гладколистного, от которого унаследовал яркий насыщенный розовый цвет и оранжевую губу, с дендробиумом предцветниковым, от которого унаследовал аромат цветка и продолжительность цветения до 5 месяцев. Зацветать он может как на старых, так и на новых бульбах. Зимой растение нуждается в коротком покое. Честно говоря, я покоя не заметила, как и хочу сказать, что мой хибики почему-то еще не пахнет. Любит он место светлое или полутень. Температурный режим от 16 до 20 градусов. Цветков в соцветии от 2-3, они небольшие, но соцветие смотрится очень привлекательно благодаря окраске. Как и все дендробиумы, хибики образуют кейки. Вероятно, если условия не совсем подходящие. Мои хибики, как и мои другие орхидеи, иногда попадают в такие условия, когда я отсутствую, и он тогда либо плавает, либо засыхает. Эти кейки я снимала и подсаживала рядом. Они легко укореняются, и растение делается более объемным. В заключение скажу, что этот дендробиум мини-орхидея хорошее со всех точек зрения растение. Небольшое, яркое, несложное в уходе. И оно не может быть лишним у любителя орхидеи. На этом мое видео подходит к концу. Благодарю всех за просмотр и желаю, чтобы мир в Украине наступил как можно скорее. В настоящий момент нет ничего важнее этого. Тогда и видео будет больше, как и желание их снимать. Слава Украине и Живи Беларусь! КОМОН. ПОДПИШИСЬЕ СИГНАЛ КОМОН Субтитры создавал DimaTorzok